Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня у нас сочное, сытное и даже праздничное блюдо. Но обо всем по порядку. Давайте начнем! Небольшую луковицу измельчаем как можно мельче. Допускается измельчать обычным ножом. Лук добавляем к фаршу. Здесь 500 грамм. Кстати, допускается использовать абсолютно любой фарш. Солим, перчим, тщательно перемешиваем руками. Не забываем немного отбить. Фарш накрываем и пока оставляем в холодильнике. В отдельной миске у нас уже подготовлено 7 крупных яиц. Добавляем немного соли и 40 грамм сметаны. Взболтываем венчиком, чтобы белок хорошо смешался с желтком. И получилась однородная структура. Сковороду разогреваем. Перед первым блином немного смазываем. Теперь отмеряем одинаковое количество. Испечем 7 блинчиков. Сами блины пекутся достаточно быстро. Края хорошо отходят. Перевернем. Количество блинов может отличаться, если сковорода будет меньше диаметром. И вот такие они получаются. Даем им слегка остыть. За это время нарезаем зелень петрушки. На крупной терке натираем 150 граммов сыра. Можно использовать твердый. Мы любим сулугуни. Брусочками нарезаем пару небольших помидоров. Форму заранее подготовим, смазываем маслом. Остывшие блины можно начинять. Обычно, в принципе, блины жарят с фаршем прямо на сковороде. Этот способ называется бризоль. Но мы сделаем более полезный вариант. Запекать будем в духовке. Поверх блинчика распределяем фарш тонким слоем. Обязательно отступая от верха и по бокам. Сверху посыпаем немного сыром, затем зеленью. Кладем в начинку сочный помидор. Подворачиваем бока, заворачиваем трубочкой, как обычные блины. Заполняем подготовленную форму. Фарш я разделила на 7 частей по количеству блинчиков. И у меня получилось примерно по 80 грамм для каждого блина. Берем 100 грамм сметаны, а также выдавливаем чеснок. Добавляем немного соли и черного молотого перца. Смешаем. Этим соусом смазываем бризоли. У меня еще осталось немного сыра, который я натирала. Мы его тоже пускаем в ход. Посыпем сверху. Запекаем в течение 40 минут в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов. Смотрим, что получилось. В принципе, такое блюдо принято называть и закуской, и горячим. Оно получается сочным и ароматным. Вкусно даже в холодном виде. В начинку можно использовать грибы, соленые огурцы и так далее. В общем, на ваш вкус! Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь рецептом с друзьями. Если готовите подобное блюдо, то напишите в комментариях свой рецепт. На этом сегодня все, пока!